Здравствуйте! С вами компания TerraLink и я, Сергей Сорокин. Многие обращения в службу поддержки начинаются с вопроса «Как мне?». Сегодня я покажу, как установить программное обеспечение Supremo Biostar 2 для организации системы контроля управления доступа и учета рабочего времени. Шаг 1. Скачиваем дистрибутив с официального сайта компании Supremo. С помощью любого браузера заходим в интернет. В командной строке набираем адрес официального сайта компании Supremo. Напомню, официальный адрес www.supremo.in.com Очень важно правильно набрать адрес и попасть именно на официальный сайт. На официальном сайте заходим в пункт меню «Продукты» и в пункт меню «Биостар 2» описание. Дальше, опускаемся чуть ниже, есть пункт меню «Даунлауды». И переходим на страницу, где хранятся все дистрибутивы и вся официальная техническая документация на программный продукт. На этой странице указан номер последнего релиза программного обеспечения. Рекомендуется устанавливать именно последнюю версию. Далее выбираем инсталляционный файл в зависимости от того, какая у вас операционная система, 32-разрядная или 64-разрядная. У меня установлена 64-разрядная система. Я выбираю файл «Биостар 2.8.9» и нажимаю на «Даунлауд». Пошла загрузка. После окончания загрузки приступаем к следующему шагу. Шаг 2. Установка программного обеспечения «Супрема Биостар 2». Дистрибутив с официального сайта загружается в архивированном виде. Поэтому первое, что нужно сделать, это извлечь дистрибутив из архива. Дистрибутив состоит из одного файла с расширением .exe и в названии файла указывается номер версии программного обеспечения. После разархивирования файл будет готов к запуску. Важное замечание. Перед установкой программного обеспечения желательно закрыть все приложения, которые у вас открыты. Потому что по завершении установки потребуется перезагрузка компьютера. Запускаем установочный файл. И начинается процесс установки. Предлагается выбрать язык интерфейса, на котором будет происходить установка. Есть два варианта. Английский и корейский. Выбираем английский. Подтверждаем, что ознакомились с текстом лицензионного соглашения. Очень важный момент. В Biostar 2 для главного администратора системы предусмотрен логин Admin. В данном окне необходимо ввести пароль для главного администратора. Для этого логина. Очень важно запомнить, а еще лучше записать этот пароль. Он нужен будет для первого входа в Biostar 2. В дальнейшем пароль можно будет изменить. А сейчас набираем пароль в соответствии с предлагаемыми требованиями. Пароль должен быть не менее 8 символов. Содержать хотя бы одну заглавную букву, цифру и спецсимвол. Подтверждаем введенный пароль. И переходим к следующему этапу установки. На данном этапе мы должны выбрать способ установки. Это экспресс или выборочная установка. Экспресс-установка наиболее часто используется и рекомендуется разработчикам. При экспресс-установке будет установлено и автоматически настроено СУБД MariaDB и все необходимые для работы опции. По выборочной установке будет выпущен отдельный видеоролик. Сейчас я выбираю экспресс-установку. Необходимо ввести пароль для доступа к СУБД MariaDB с правами главного администратора. Данный пароль может понадобиться, если необходимо будет производить какие-либо административные действия непосредственно с СУБД и инструментами СУБД. Также очень важно запомнить или записать этот пароль. Для простоты рекомендую использовать тот же пароль, что был указан ранее для доступа к ПО Биастар с правами главного администратора. Набираем пароль в соответствии с предлагаемыми требованиями. Пароль должен быть не менее 8 символов, содержать хотя бы одну заглавную букву, цифру и спецсимул. Подтверждаем введенный пароль и переходим к следующему этапу установки. Указываем директорию, куда будут установлены файлы, необходимые для работы с программного обеспечения. Если требуется, то можно установить свой путь к файлам, но лучше установить ПО в директории, предлагаемый по умолчанию. Подтверждаю путь, предложенный по умолчанию. Далее указываем, где будут размещены ключи шифрования для обмена данными с оборудованием СУПРЕМ. Рекомендую оставить путь, предложенный по умолчанию. Информационное сообщение, что администратор несет ответственность за сохранение персональных данных и рекомендация применить опцию шифрования данных в СУБД. Очень важный этап – установка и проверка портов для доступа к веб-серверу и для работы с оборудованием. Система автоматически проверяет, свободны ли указанные порты. По умолчанию для работы с веб-сервером предлагается 443-й порт, для работы с оборудованием – порт номер 51212. Рекомендуется оставить номера портов, предложенных по умолчанию. Важно проверить, что порты свободны. Если все окей, подтверждаем предложенное и переходим к следующему этапу. У нас все окей. Подтверждаем. Приходим. Здесь предлагается выбрать, какие компоненты необходимо установить. При выборе сервер будет выполнена установка основного сервера. USB-агент нужно будет устанавливать. Если будут использоваться USB-устройства, подключенные непосредственно к компьютеру, на который производится текущая установка. USB-устройства, такие как AmniKey или Biomini, используются для первичного ввода номеров карт или отпечатков при вводе пользователей в систему. Если такой необходимости нет, то можно выбрать только сервер. В данном случае я выбираю два компонента и перехожу к следующему этапу. Выводится информационное окно с указанием, куда будут установлены файлы и какие компоненты были выбраны для установки. Проверяем еще раз, все ли указано и выбрано правильно и переходим непосредственно к этапу установки файлов. Нажимаем кнопку Install и запускаем инсталляцию. Все необходимые файлы устанавливаются на данный компьютер. Установка продлится от 10 до 25 минут, в зависимости от характеристик компьютера, на который вы устанавливаете программное обеспечение. После процесса установки будет предложено перезагрузить компьютер. Настоятельно рекомендую сделать перезагрузку сразу после установки программного обеспечения и не откладывать перезагрузку на потом. Дело в том, что в процессе перезагрузки автоматически запускаются все необходимые для работы Biostar 2 службы и активируются все необходимые системные компоненты. Если попытаться сразу, без перезагрузки, начать работу с программным обеспечением, ну или вручную попытаться запустить все необходимые системные службы и компоненты, то велика вероятность некорректной работы Biostar 2. К тому же, сам по себе процесс ручного запуска системных служб будет более трудоемким, нежели просто перезагрузка. Вот процесс установки завершен. Выбираем опцию «Перезагрузить сейчас». Компьютер перезагрузится, и мы приступим к последнему шагу установочного процесса. Шаг третий. Особенности первого запуска программного обеспечения Biostar 2. После перезагрузки компьютера запускаются все необходимые службы для работы Biostar 2. Также активируются все нужные для этого компоненты. Кроме этого, на рабочем столе появляется ярлычок или ссылочка для запуска Biostar 2. Активируем данную ссылку и подключаемся к основному серверу программного обеспечения Biostar 2. Хочу обратить внимание, что в браузере отображается, что данное соединение не защищено. Это связано с тем, что не загружен сертификат безопасности. Для того, чтобы загрузить сертификат безопасности, необходимо активизировать ссылку, приведенную на экране. Мы активизируем данную ссылочку и происходит загрузка сертификата безопасности. Сертификат безопасности загружается в архивированном виде. И для того, чтобы установить данный сертификат, необходимо из архива извлечь все его содержимое. После того, как все файлы были извлечены из архива, запускаем программу по регистрации сертификата безопасности. Для того, чтобы активировать сертификат безопасности, необходимо ввести адрес сервера. Мы можем скопировать адрес из командной строки браузера и ввести его в окошечко. Идет сообщение о том, что будет установлен сертификат. Подтверждаем. Сертификат успешно установлен. После установки сертификата безопасности активируем ссылочку на Биастар 2. И обратите внимание, что сертификат был успешно установлен. Соединение защищено. И теперь нам необходимо ввести пароль администратора, логин администратора. И указать тот пароль, который мы ввозили при установке программного обеспечения. И войти на сервер для стартаба. Вход выполнен успешно. Установка сервера завершена. Очень надеюсь, что представленная информация была для вас интересной. И добро пожаловать на сайт нашей компании. На основной сайт компании. Таралинк.ру А также на сайт отдела дистрибуции. Компании Таралинк. IDCars.ru На сайтах вы найдете много интересных материалов о нашей компании. О предлагаемых решениях. А также много обучающих видеороликов, отвечающих на вопросы, как мне.